Здравствуйте! В эфире телезащитник, тема ЖКХ. И я, Александра Афонина. Сегодня к нам обратилась жительница Верхней Максаковки. Ее дом уже долгое время признан непригодным для проживания, но даже решение суда не позволяет ей улучшить жилищные условия. 60 лет назад, когда был построен этот деревянный щитовой барак, он считался временным жильем. Но так случилось, что Наталья Губачева живет здесь с семьей всю свою жизнь. Естественно, дом не был рассчитан на такой долгий срок эксплуатации. Сегодня жить в нем нельзя. Отопление у вас печное? Печное отопление, дров много уходит, зиму не натопишься, протопишь, опять холодно. Вы обращались куда-то для того, чтобы решить свой жилищный вопрос? Да, я подавала в суд. Суд выиграла. Все, суда идут, идут, разбирательства все идут, до сих пор все идут. То есть получается, что решение суда у вас на руках, но на текущий момент квартиру вам администрация не предоставляет? Нет, она ссылается на то, что мы не попали в программу переселения, то, что так как у них выделялись деньги на эту программу, а на меня, чтобы мне выделить квартиру, на меня денег нет. Они, получается, все пытаются уклониться от исполнения решения суда или как у них? Да. Они все просят отсрочку. Отсрочку просят. Так как у них нет денег, все, на это все ссылаются. То есть они в открытую говорят о том, что денежных средств нет, поэтому нет возможности исполнить решение суда. Так как я не малоимущая, и я не подавала на улучшение жилья, вот на это они все и ссылаются. Из шести квартир в этом доме заселены только три. Кто мог, уже давно отсюда съехал. В семье Натальи трое маленьких детей, им переезжать некуда. Своими силами, как могут, поддерживают дом в приемлемом состоянии. Дом вообще гуляет, полностью гуляет. Он у меня вообще все вот, смотрите, все уехало. Трескается печкой, вот по три, по четыре раза. Вот я вижу, да, потолок уже просел, и вот стена уходит уже. В принципе, ну, основание есть признавать этот дом аварийным. Видно, что стена пустая, вот. То есть по стене, там внутри стены ничего нет. Ничего нет, пусто. И такая же внешняя стена. Там уже опилка спрессована, там уже ничего нет. Поэтому у вас дров так много уходит из-за того, что стены продувают постоянно. Пол уже весь ушел. У вас, я так понимаю, у вас, получается, и фундамента как такового нет? Нет. То есть он просто на землю сложен? Нет, получается, нет. Он стоит на сваях. На сваях, да, стоит. Внизу не подсыпано. Ничего нет, там пусто. Там болото. Ну, вот поэтому у вас, ну, с пола очень сильно дует. Очень дует. А яма выгребная у вас, получается, прямо под домом. Весь этот запах идет сюда. Ну, вот смотрите, мало того, что запах, выгребная яма же не заизолирована, как вот сейчас делают металлически. Поэтому это все подмывает, еще дополняется грунтовыми водами. Вот у вас дом-то и поехал. Где-то стены гнилые, где-то в трещинах. Складывается ощущение, что держится это здание на обоях, которые Наталья переклеивает несколько раз в год. Вы еще и дверью пытаетесь утеплить, чтобы отсюда холод не уходить. Чтобы утеплить, да. Тут еще одеяло мы вешаем, чтобы не дуло. То есть может промерзнуть прямо досюда? Да, у меня на полу вообще холодно. Зимой вообще холодно. То есть вы ходите даже в Валенках? Да. Как вы здесь с детьми живете? Итак, в случае Натальи Губачевой можно пойти двумя путями. Первый, так как квартира семье положена вне очереди, дожидаться, пока приставы исполняют решение суда. Сразу говорю, что эта история не очень быстрая. Очень долгая. Да, это разбирательство будет долго. Они будут просить отсрочки об исполнении решения. Но я так понимаю, уже одно заседание состоялось, им уже отказали. Да. Но в принципе, вот если по справедливости отказали, наверное, все-таки правильно. Потому что суд встает всегда на сторону тех, чьи права действительно нарушены. Здесь они нарушены в полном мере. Есть еще один вариант – получить возмещение. С учетом того, что здесь у вас жить невозможно, а дом по факту можно через суд заставить администрацию признать аварийным, он у вас весь муниципальный. Да, и вы как заявитель по факту, как наниматель, да, и как человек, который по факту сделал все для того, чтобы это жилье поддерживать в нормальном состоянии, они как собственники не позаботились о хорошем состоянии этого многоквартирного дома, то можно получить еще и возмещение. То есть здесь нужно будет выбирать вам, как вы будете действовать. По закону в этом случае можно изменить способ исполнения решения суда, то есть вместо квартиры получить компенсацию ее рыночной стоимости. Прямо так и говорите в процессе, извините, здесь проживать невозможно, дом фактически аварийный, износ более 80%, да. Пребывание в этом доме не только опасно для здоровья, но и угрожает вашей жизни, жизни ваших детей и мужа. Соответственно, можно в денежном эквиваленте получить эту квартиру свою. Другой вопрос – хватит ли этой компенсации для покупки приемлемой квартиры для пяти человек. Если денег все-таки не хватит, единственное, что остается – дожидаться, пока судебные приставы исполнят решение суда о предоставлении новой квартиры. Обильные снегопады показали, что коммунальные службы города могут не справляться с таким количеством снега. Но кто же должен чистить наши с вами дворы и проезды? Управляющая компания или администрация? Нужно в этом вопросе разобраться? Участок под многоквартирным домом должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет. Проверить, оформлен земельный участок или нет, можно на публичной кадастровой карте Росреестра. Всем, что не отнесено к частной собственности, владеет муниципалитет. Давайте посмотрим на примере этого дома, что должна убирать администрация, а чем должна заниматься управляющая компания. Вот смотрите, здесь явно граница дворовой территории, то, что относится к этому дому, заканчивается вот здесь, условным тротуаром. Здесь начинается проезжая часть и проезд круговой, сквозной. Соответственно, вот эту часть должна чистить администрация. Для того, чтобы ее вычистить, необходимо написать в управление ЖКХ жалобу, либо позвонить туда и попросить пригнать технику для расчистки проезда. Обратите внимание, что за состояние проездов мимо многоквартирных домов отвечает администрация. На заявление с требованием привести дороги в надлежащее состояние в течение 30 дней должен поступить ответ из администрации. Помните, за нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность. Если же территория отнесена к общему имуществу дома, то требования направляем в управляющую компанию. Вот за эту территорию должна отвечать управляющая компания. Она должна почистить не только здесь тротуар, крыльцо, убрать снег с крыши, сбить сосульки. Самое главное – почистить то место, где проходят жители. Здесь мы видим, что управляющая компания ничего не делает, но просто собирает деньги. А вот как она отчитается, что должно быть в отчете, мы с вами узнаем из нашей новой рубрики «Школа ЖКХ». Каких-то 15 лет осталось этому дому, расположенному в столичном микрорайоне лесозавод, до 100-летнего юбилея. Здесь уже сменилось две управляющие компании. Но за состоянием дома, как говорят жители, следят они сами. Заключили договор с собственниками, но по факту ничем не занимаются, занимаются отписками. Пишут, что все у нас здесь сделано, все в шоколаде. А в итоге у нас только на бумажке остается. По словам жителей, специалисты управляющей компании появляются здесь только в экстренных аварийных ситуациях. Каким-то образом отчитываются перед вами, что они сделали, как они сделали, на какую сумму выполнены работы, какие работы проводились. Последнее обращение у меня было, чтобы он предоставил хотя бы копии актов проведенных работ, план работ. Он, во-первых, проигнорировал. Обратитесь на сайт. Я через своих знакомых вышли, они говорят, ничего такого нет. Ничего нет на сайте. Ничего на сайте нет. По факту управляющей компании отчитываться не за что. Работа, которую та должна проводить, целиком на плечах жителей дома. Они здесь провели трубы. Вот, я не знаю, 50-70 сантиметров. Дай бог метр. Вот. Вот. И все. Почему? А за сколько взяли? А за сколько взяли? Не знаем. А вот эта стена несущая? Да. Это несущая стена? Да, она наверху. Получается, по факту несущая стена разрушена? Вот информационная стена. На которую вообще ничего не делают. Хотя они должны предоставлять информацию. Вот, как мы здесь живем, мы сами вот убирались во дворе. Все сами делаем. Муж вот окна застеклил. Кое-как вот так вот. Покрашиваем. За содержание и ремонт жилья ежемесячно жители платят около 700 рублей. На что идут эти деньги, непонятно. Они когда пришли к управлению вашего дома, они вот предоставили этот договор. Вот в таком виде, в каком есть. Да. То есть из приложений только акт общего состояния. Общего состояния. И все. То есть ни сметы, ничего не было. Ничего не было. Смотрю на этот акт общего состояния. Они, получается, вашего дома как будто бы в глаза не видели. У вас же нет ни центрального горячего водоснабжения, ни газоснабжения. Нет. А они тем самым это включили? Якобы у нас все это нет. А как-то мотивировали они? Ничем. Ничем? Ничем. И у вас же помойных ям нет? Нет. Слава богу, лифт не приписали. Акт общего состояния дома – это документ, в котором отражено состояние общего имущества собственников и конструктивных элементов многоквартирного дома, стен, межэтажных перекрытий, фундамента и так далее. Как этот документ читается? На 1 января 2013 года фундамент, трещины в цоколе. У вас там фундамента нет, дом на земле стоит. У вас без фундамента. Наружные внутренние стены, бревенчатые. Да, есть такое. Трещины на стыках. Так чтобы их увидеть, трещину на стыке в бревне надо как минимум обшивку уже снять. Полы, щели, выбоины. Я бы здесь еще приписала, что по сути балки сгнили и пол провален. Окна деревянные, неплотности, перекосы, сколы. Почему они не отразили, что не было стекол, например? К работе управляющей компании у жителей этого дома накопилось немало вопросов. Куда идут собранные деньги? Когда будет сделана обещанная работа? Да и вообще, каким образом коммунальщики должны отчитываться о том, что сделали? Управляющая компания в рамках законодательства и управления своего дома обязана отчитываться перед собственниками. Это происходит ежегодно в течение первого квартала за прошедший год. То есть для того, чтобы управляющая компания отчитывалась перед собственником, собственники не должны вести себя пассивно. То есть они должны принимать участие в собрании. И этот отчет компания представляет на общем собрании собственников. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчета выполнения договора управления за предыдущий год, а также размещают указанный отчет в системе. В отчете управляющая компания должна доложить о проделанной работе, показать сметы, затраты, указать виды работы. Причем отчитываться управляющая компания обязана не только в начале года, но и непосредственно по запросу собственника. Кроме того, управляющая компания обязана отчитываться на сайте реформа ЖКХ, каждый первый квартал выкладывая отчет за прошедший год. Но что делать, если, как в случае Анны Раевской, управляющая компания вовсе отказывается отчитываться о проделанной работе? Собственники жалуются, как правило, в жилищную инспекцию, в прокуратуру. То есть, когда поступает такого вида обращения, мы проводим проверку, то есть мы проверяем сайт на раскрытии. За это, конечно, существует административная ответственность. Если управляющая компания перед собственниками не отчитывается, то за это предусмотрен штраф. На должностное лицо 50 тысяч рублей, на управляющую компанию от 150 тысяч рублей. На сегодня все. С вами была программа «Телезащитник» «Тема ЖКХ» и я, Александра Афонина. Звоните, пишите, обращайтесь. Контактные данные на экране. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok